Эти юные и храбрые ребята всегда готовы рассказать, как опасен огонь. 25 октября двери Дома детского творчества распахнулись для проведения муниципального этапа противопожарного КВН. В игре приняли участие четыре команды. Соревновались ученики трех школ города, а также сборная команда Дома детского творчества. В начале мероприятия всех поприветствовал председатель жюри Егор Подобед. Он пожелал хорошего настроения зрителям и удачи командам. Я вам хочу сегодня пожелать, чтобы вы показали все свои способности, чтобы вам повезло. Игра включала в себя три конкурса. Классическая визитная карточка, студенческий театр эстрадных миниатюр и музыкальное домашнее задание. Все участники ответственно подошли к игре. Своими артистическими, вокальными и хореографическими данными юные КВНщики поразили зрительный зал. На сцене постоянно царило действие, что не давало возможности публике заскучать или отвлечься. В результате долгой, но крайне интересной борьбы команда жюри вынесла свой вердикт. Бронзу завоевала команда школы номер три, почетное второе место у школы номер два. Победителем же, занявшим первое место, стала команда «Пожарные носки», представляющая Дом детского творчества. Однако главным достижением для ребят стала не победа, а демонстрация пусть и слегка в шутливой форме того, что знания пожарной безопасности необходимы каждому современному человеку. Ведь, возможно, однажды они смогут спасти не одну жизнь. Виталий Волков, Андрей Прохоров, Владислав Полоскин, Десна ТВ